Смотрите, какая куча вещей. Снимали мы видосы и пошли. Всем привет! Всем доброе утро. Вернулась наша блудня домой. Вот она. Аленочка тоже проснулась. Сейчас будем готовить уже завтрак. Я сегодня сделала полноценную разминку. Довольно собою. Прям до безумия. Я 30 минут делала. Даже больше, наверное, делала всю разминку. Прям полностью. И такой кайф сразу. Кажется, ты такая супер стройная. Супер идеальная. Ну, короче, хвалишь сразу себя, что ты такая молодец. За неделю второй раз разминку. Это вообще гениально. Сейчас буду готовить омлет. Потому что будем все вместе кушать. Ничего дома нет. У нас что-то из еды вообще. Не очень с едой. Тут, конечно, есть и гречка, и все такое. Нету вареных хлопьев закончились. Так, сделаю, наверное, из шести. Я вчера делала из банана вот этот пирог. Боже, какой он вкусный. Вот прям. Это самый мой любимый десерт. Из ппшных вариантов. Ой, пау. Это прям самый вкусный десерт. Я прям его люблю всей душой. Только единственное у меня не было йогурта. Мне в последнее время нравится, что он не такой сухенький. Ну, в принципе, он и не сухенький. Но мне нравится, чтобы там был какой-то кремушек. Я обычно греческий йогурт, либо еще какой-то вкусненький йогурт туда промазываю его. И он прям идеальный. Но вчера у меня ничего не было. Я там наварганила. Короче, у меня была арахисовая паста, сметана и творожный сыр. И я пыталась из этого всего сделать крем. Он, конечно, кисловатый из-за сметаны. Но, в принципе, ничего. Я еще бананчиками украсила. Я вам вчера просто его забыла показать. Почему-то я в инстаграме его показала. А вам забыла показать. Выглядит он вот так. Ем его только я. Алена не стала. Может, воришка, конечно, будет. Вот такой он красивый. Я половинку вчера съел. Вчера наелась еще гречки с... Почему я ела ее? С баклажанами. Ну, баклажаны, конечно, не такие, как я люблю. Баклажаны, если не делать в крахмале, как я жарю. Причем я жарила их практически, как, знаете, как во фритюре. Короче, если они в крахмале и делаешь их на фритюре, они не впитывают в себя все вот это масло. Но если они жарятся просто так, то баклажаны превращаются в такую маслянистую субстанцию. Ну, я вчера на... Ну, немного масла было у меня, в принципе. Капелька там и лук был. Ну, и из-за того, что нет крахмала, не было вот этой карамелизации. Я, знаете, делаю еще туда, добавляешь соевый соус, крахмал, и она такая, тянущийся такой соус получается. Я вот такой люблю. Ну, нужно купить крахмал. Я не знаю, когда я его уже весь масочек рыжила. Короче, когда-то он у меня закончился. А я тут ничего такого не готовила. И я, в принципе, и забыла, что он мне нужен. Значит, вот такие вот делишки. Сейчас приготовим омелет. И будем курс. Я еще сделаю себе, наверное, хлебушка черного. Обязательно у меня стала обязательная процедура. Для хорошего пищеварения я с утра всегда ем черный хлеб. Прям всегда. Это я прям заметила разницу. И теперь уже по-другому я не хочу. Я всегда съедаю кусочек черного хлеба. Я, кстати, уже показывала, как он, конечно, я хлеб. Где он у меня? Не перестань, а? Вот такой яржаной чудо-хлебодар. Еще родители покупают с клюквой. Мне тоже нравится. Но он более сладковатый. Ну, в принципе, тоже очень вкусный. И я делаю даже... Тут раз у меня был с клюквой, я делала его с чесноком. Ну, не с утра, конечно, как-то бутерброды делала. Мне кажется, это не очень влияет. Попадаются, конечно, клюквинки. Они, кажется, как будто сладковатенькие. Но сам по себе он очень вкусный хлеб. Первый сделаю сковородным сыром. И поедим. У девчат будет омлет и огурочки. Сейчас нарежу. Потому что стала приучать. Алену тоже я если нарезала. То она ест с утра обувь. Вместе с едой и омлетом, яйцо, не важно. Так, все. Стала жарить. Сейчас я варюха вернулась, так огурцы пойдут в ход. Я еще забыл выпить стаканчик водички. Надо еще долить в кофемашину свою. Мама вчера просто огурцы предлагала. Я говорю, да я каждый день же к тебе прихожу. Возьму. У нас еще целый пакет. Обязательная процедура эта вода. Кстати, надо заняться. Буду сейчас с финансом маленько разгребусь. Заняться поиском. Я, точнее, уже даже нашла. Надо коллаген купить. И начинать пить коллаген. Потому что нужно быть красивой. А еще и хочу найти экстракт зеленого чая. Мачо. Тоже попробую пить. Кофе, конечно, это хорошо. Но нужно, чтобы наша красота с нами оставалась надолго. А для этого нужно ее поддерживать. Готовила я завтрак. Омлет, огурчики. Это мой хлебушок. У девчат тоже самое. Алёнушка, Алёна, всем привет. Всем приятного аппетита. У нас погода сегодня не очень. У нас по-прежнему дождик идет. Ну, кстати, кайфово на балконе хорошо. Сейчас будем заниматься уборкой. В планах растрясти шкаф, перебрать там все вещи. Вот это все перебрать, убрать по местам. Навести надо немножко порядок. А шкафу нужно вообще ревизию. Что там выкинуть, что куда. Так что сейчас займемся этим делом. Так классно стоишь возле этой. Так свежо. Сегодня очень свежо. Ну, дома, кстати, то ли то, что у нас пятый этаж. Но дома не совсем свежо. Да. 19 градусов. Но дома нету такой прям прохлады. Не чувствуется все равно. У девчата, если двери закрыты, и окно закрыто. У них вообще душно. В ванной тоже душно еще до сих пор. Все. Мы пошли разгребать шкаф. Смотрите, какая куча вещей. Вот это у нас все маленькое на выброс. И еще вот здесь кучка. Это капец. Просто я не знаю, где сейчас такие пакеты взять. Еще у нас вот это вот. Вот, хотела у детей успеть сделать ремонт до начала учебного года. Ну, не знаю. Вот это вот меня, конечно, вообще убивает. Эта кисточка нам старается тут. Ну, и плюс этот угол, он самый шорковый. Ну, если идешь, ты об него всегда шоркаешься. Не правда. Ба, на камере, кажется, тут вообще грязь прямо. Хотя, на самом деле, это не так страшно. Смотри, как на камере. Ужас. Да. Ремонт у детей нужен вообще, очень нужен. Стены все. Я уже красила. И все равно уже надо что-то придумывать. Бюджетненькое нужно что-то быстрое, бюджетное. И чтобы было красиво. Какое придумать я пока не знаю. Я хотела декоративную какую-нибудь штукатурку посмотреть, чтобы ее расти. Потом, ну, не знаю, в какой, в белой. Они вряд ли захотят белую комнату. Хотя фиг его знает. Короче, не знаю. Надо что-то придумать. Ой, кисточка из миски пьет. Удивительно. Обычно этого не происходит. Ой, короче, перебрали бы все вещи. Ой, это жесть, конечно. Сейчас все сложу в мешки. Мне кажется, у меня мешков больших нет. А платье-то куда? Ну, платье точно оставь. Что, мы выбрались из дома. Камера, как всегда. Как на улице, так мы начинаем искать, где у нас освещение. Мы сейчас прогуляемся. И я хочу кое-что снять. Придумала один ролик. У нас такой интересный лук. Варька в леггинсах и велосипедках. И футболки в джинсах. В джинсах, короче. Ну, не важно. Алена в джинсах и в свитере. Я в платье и в рубашке. Короче, у нас не соответствие. На улице, кстати, кайф. Солнышко выглянуло. Я так рада, что оно выглянуло. Я хотела на солнышке поснимать. Не хочу в тенечке. Так что, надеюсь, сейчас все получится. Снимали мы видосы и пошли прогуляться. Пробуем по-другому снимать. Не на фронтальную камеру, а на заднюю. Ну, и вот что получается пока. Какая туча. Смотри, как красиво. Солнышко светит. Мы нагулялись. Уже почти 10 часов. Я говорю, надо поужинать. Офигела, что без 10-10. Но мы так прям хорошо погуляли. Сейчас ни жарко, ни холодно. Еще забежали в магазин. Завтра девчонки пока одни будут. Нужно что-то кушать. Взяли, как всегда, молока. Алена йогурт тоже взяла. Взяли пиццу. Сейчас закинем. Приготовим. Хлопья у Варьки закончились. Пончик. Она очень хотела пончик съесть сегодня. Потом такой. Это Варвара уже взяла. Творог. Алена взяла. Из того, что себе взяла я, это вот это. Бульбар. Хлеб взяла. Пролежал хлеб в холодильнике. Закрытый. И стал горький. Не знаю, то ли срок вышел, то ли. И купила крахмал. Наконец-таки теперь можно нормально готовить будет баклажаны. Я хотела сейчас, но уже время много. Я могу просто гречку поесть, в принципе. И, наверное, и все. Так что все убираем. И будем кушать. Кушала, короче, гречку вообще не греть. Сделала пиццу. И, в общем, будем есть пиццу. Не знаю, если девчонки захотят. Я, конечно, им погрею. Но я хочу пиццу. И зеленый чаечек у меня. Это пончик Варвара будет, скорее всего. Не стала даже холодильник убирать. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Аленушка, приглашаем вас с нами покушать. Как хрустит. Так, все, Варюшка помылась. Мы ее отмыли. Отчистили. Она теперь чистенькая. Волосинка так торчит. Будет спать сейчас собираться. Алена там молится кому-то. Я посуду почти, да, убирала. Тоже надо пораньше сегодня ложиться спать. Так что мы с вами прощаемся. Завтра рабочая неделя начинается. Учебная неделя начинается. Так что всем пока-пока.